Аномально теплая погода не повлияет на проведение в Воронеже 18 и 19 января праздника Крещения Господня. Всего запланировано проведение крещенских мероприятий в 9 традиционно сложившихся местах купаний. Ожидается, что в крещенских мероприятиях по аналогии с прошлыми годами могут принять участие около 7 тысяч человек. В центральном районе воронежцы и гости столицы Черноземья могут искупаться на Воронежском водохранилище у Адмиралтейской площади и в районе санатория имени Горького. В Ленинском в купеле у Святого Источника на улице Софьи Перовской. В Левобережном на водохранилище у Успенского храма. В Железнодорожном сразу по трем адресам. На водохранилище у дома номер 52 по улице 25 января, в Боровом на реке Усманка у Троицкого храма и на улице Пляжная 1В. Как всегда, городские власти принимают самые жесткие меры, обеспечивающие безопасность в местах купания. В целях исключения несчастных случаев и травм при купании и плавании в ледяной воде в местах проведения мероприятия будет произведено обследование дна водоемов водолазами. Также управами районов, ответственными за оборудование проруби и организацию безопасности при купании будут учитываться специфика условий зимнего купания. Скорость течения воды, температура воздуха, силу ветра, глубину, состояние дна, размер проруби, особенности выхода из нее, удаленность пунктов обогрева, чтобы полностью устранить возможность возникновения опасных ситуаций и несчастных случаев. Значимая роль отводится соблюдению дисциплины купающихся, выполнению своих обязанностей ответственными за готовность спасательной службы и поддержание порядка среди зрителей. Вблизи купели оборудуется спасательный пост, оснащенный снаряжением, необходимым для оказания первой доврачебной помощи. В состав спасательного поста включаются два аттестованных спасателя. Будет организовано дежурство у проруби сотрудников полиции для поддержания порядка, гимц и спасателей для обеспечения безопасности, а также медиков для оказания первой медицинской помощи. Вблизи от прорубей и заходов с берега запланировано обустройство, как я уже сказал, пунктов обогрева, автобусы, управление транспортом по заявкам управ районов и палатки, организованные также управами районов и МКУ управления по делам ГОЧС города Воронежа.